Отказаться от Спайса непросто, рассказал нам этот молодой человек. Он попросил не показывать его лицо и не называть имени. Он отказался от наркотика некоторое время назад и вспоминает о былом с неохотой. Тем более, что не помнит всего. Череповчанин рассказывает, что просто в какой-то момент понял, что ни к чему хорошему это не приведет. Когда я курил, она была не такая. С каждым месяцем она становится все сильнее и сильнее. На кольце, в 104-м, рядышком с остановкой, лежит абсолютно невменяемый молодой человек. Приехала скорая и сразу же говорит, ой, так это понятно, покурил человек. Они привели его в чувство на 4-м. Он встал и ничего не понимает. У него такое лицо, я даже не знаю, как это объяснить, как у психбольного какого-то. Молодой человек порвался своим прошлым, даже сменил круг общения. Теперь уже бывшие друзья никуда не делись и занимаются тем же самым, уверен Череповчанин. Сейчас очень просто достать, все очень легко и просто делается. Буквально несколько сообщений в телефоне, тебе присылают адрес, ты едешь, забираешь. Секрет распространенности спайса в доступности. Было время, когда на многих домах в городе был написан телефон или имя продавца в скайпе. Для человека с зависимостью, а курительные смеси вызывают зависимость очень быстро, это как красная тряпка для быка. С этим борются коммунальщики. Дома в городе напоминают лоскутные одеяла. Сотрудниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, также сотрудниками комитета в сфере благоустройства на ежедневной основе проводятся осмотры. Устанавливаются собственники и ответственные лица за содержание, належащее содержание данных зданий. Они приглашаются непосредственно к нам. Им выдается, в зависимости от того, насколько серьезное нарушение, им выдается либо предписание по устранению, и в том числе, если это по предписанию нарушение не устраняется, в дальнейшем могут составляться протоколы об административных правонарушениях. Во время нашей поездки по городу выяснилось, что большинство надписей действительно закрашены, но найти собственников построек удается не всегда. Объявления торговцев курительными смесями в людных местах есть. Недалеко от горбольницы номер 2 заброшенный павильон напоминает рекламный стенд наркоторговцев. Исписан с двух сторон. Объявления есть в Шахсенинском, в Индустриальном и в Заречье. Как бороться с этими надписями, показали молодые вологжане. Организовали акцию и закрасили все объявления, которые нашли. 9 октября в Вологе прошла акция «Антиспайс» по уничтожению опасной рекламы на зданиях городов. Я бы хотел, чтобы и все муниципальные образования к этой акции областной столицы тоже присоединились. Кроме этого, на областной антинаркотической комиссии решили отправить чиновников, медиков и сотрудников правоохранительных органов в массы. В учебных заведениях региона состоятся родительские собрания и встречи с молодыми людьми. Еще одна задача напомнить жителям области телефона горячей линии наркоконтроля. По нему можно даже анонимно сообщить о фактах продажи и рекламы запрещенных веществ. Номер телефона в Череповце 55 88 33.